И Сына, и Святаго Духа. Мир, он постоянно убаюкивает человека, убаюкивает его совесть, не давая проснуться Духу в человеке, говоря человеку всё, что угодно его душе, всё, что услаждает его душу. И, конечно, поэтому мир не является другом человеку. Мир является для человека врагом, губителем душ человеческих, потому что он даёт человеку то, что человек хочет, и то, что не полезно его душе и спасению, а то, что человеку удобно в этой жизни. А всё, что в этой жизни неудобно для нас, это является для нас тем рычагом для того, чтобы мы с вами начали меняться. И поэтому Господь пришёл в этот мир, чтобы разделить, чтобы обнажить нашу скверну нашей души. И мы, когда приходим в церковь, мы это чувствуем, мы начинаем это осознавать. И человек зачастую, он начинает ужасаться, говорит, что я жил хорошо, и такой был, в общем-то, неплохой человек. Когда человек пришёл в церковь, он обнажил Господь в него эту нечистоту, он сказал, что я стал хуже, что я стал более-менее терпеливым, более раздражительным, более раздражительным. Это говорит о том, что просто проявляется наше потаённое нутро, которое до сих пор скрывалось, но стало выявляться. И поэтому это милость Божия. И пускай враг не смущает вот нас, потому что, да, действительно мало христиан входит в храм Божий. Много номинальных христиан, которые называются, но они не являются той молитвенной частью. А людей, которые входят в храм, их довольно мало. Но и Господь говорил о соли, той соль, которая не даёт портиться продукту. Поэтому Господь нас призвал сюда, чтобы мы были солью, чтобы не давали портиться всему обществу. И вот каждый должен сознавать вот эту вот свою миссию такую держаться Христа, держаться храму Божией, держаться заповедью Божией. А остальное всё уже будем доверять Богу. Спасибо Христос всех.